Дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Тема этой беседы – «Средневековое мировосприятие и протестантское апостаси». Обычно, когда мы говорим о Средневековье, то возникает представление о каких-то очень мрачных и темных временах. Есть даже такое слово-сочетание – «темное Средневековье». Но известный английский писатель Честертон считал, что Средневековье было оболгано протестантами, сторонниками информации. И с точки зрения Честертона, это самый продуктивный период в жизни человечества, когда люди преодолевали античное и позлеантичное барбурство и воцерковлялись. Честертон написал две книги – это книга о франциско-российском и книга о фарме Аквинском. И в этих книгах он подчеркивает, что Средневековье – это период самого напряженного искания пути спасения. Уже в XX веке, во второй половине XX века, появляется работа итальянского писателя Умберто Эка «Имя Росси». И совершенно неожиданно эта работа, она захватывает внимание очень многих людей. Там в форме детектива показывается мир Средневековья, когда везде, на скотном дворе, в скрипторе, в храме, на улице, самые разные герои этого романа, они беседуют на религиозной теме. Их интересуют вопросы, которые не лежат на поверхности богословия, когда бросают некий поверхностный взгляд со стороны, а они интересуются буквально всем. И сатериология, и эсхатология, и те дискурсы, которые наполняют этот роман, они как раз и произвели очень огромное впечатление на читателей, и пробудился настоящий интерес в западном мире, именно к Средневековому мировосприятию. Но не надо думать, что только западные авторы положительно отзывались о Средневековье. Так, например, Николай Васильевич Гоголь писал, «Никогда история мира не принимает такой важности и значимости, никогда не показывает она такого множества индивидуальных явлений, как в Средние века». Действительно, если говорить об поздней античности, когда, собственно говоря, возникает христианство, и потом наступают Средние века, надо со всей очевидностью осознать следующую истину. Вот все, что мы знаем об античном мире, вся литература античного мира, от комедии до философских трактатов, все это сохранилось в период Средневековья. До нас не дошли никакие фрагменты античных авторов, чтобы с тех времен какие-то манускрипты сохранились. Их практически нет, их очень мало. Но в монастырях переписывали всю ту литературу, когда вы смотрите, например, «Библиотека всемирной литературы», весь античный вот этот расклад, он сохранялся в монастырях Ирландии, там была очень-таки большая школа переписчиков, Франции, Германии и, конечно же, в России. Если говорить о России, то давайте вспомним, что пишет отец Георгий Флоровский в своей книге «Путиловского богословия». Он в самом начале пишет, когда было крещение Руси, недостатка в книгах не было. Была другая проблема. Книг оказалось сразу слишком много, потому что пришли целые библиотеки из Моравии, где трудились равнопостные братья Кирилл и Мефодий, и из Болгарии, где уже подвязались их ученики. Когда мы задумываемся о мировосприятии земляковых людей, мы даже не догадываемся, насколько это мировосприятие, оно укоренилось и в современной религиозной христианской среде. Средневековый человек воспринимал мир несколько упрощенным, возможно. Средневековые люди считали, что есть Бог, есть ангелы, есть люди, есть злые духи, бесы. И жизнь человека, она происходила между ангелами и злыми духами, как попытка совершить свое служение перед Богом. Противостояние между силами добра и зла. Конечно, то, что мы называем суевериями, этого всегда было достаточно, но сказать, что суеверия возникали в период в Средневековье, я бы не стал так говорить. Скорее всего, в этот период преодолевались языческие суеверия, те языческие представления о жизни, которые сохранялись у многих народов, которые принимали христианство. Например, в Средние века было представление о том, что есть люди с собачьими головами. Те из вас, которые видели изображение мученика Христофора, могут составить представление, о чем идет речь. Так вот, Средневековья, человека, не смущала вот эта информация, что есть люди с собачьими головами. Их интересовали совершенно конкретные вещи. А являются ли эти люди потомками Адама? А как себя вести с ними, если миссионерам встретиться с такими людьми, с собачьими головами? И вытекали целые дискуссы по поводу того, надо ли их обращать, надо ли их крестить. И находили такое решение. Во всех книгах, где были изображения этих людей, эти люди изображались в одежде. Если они в одежде, значит, они испытывают чувство стыда. Они скрывают свою наготу. Значит, они не животные. Среди них есть один святой, мученик Христофор. Значит, спасение для них возможно. И если вдруг мы где-то с ними встретимся, мы, конечно же, будем стараться их обращать в историю. То есть, по поводу вещей, которые у нас вызывают улыбку, велись очень серьезные дискуссии. На очень высоком теологическом уровне. И вот особенность средневекового мировосприятия это серьезное отношение ко всему. Вот этого сейчас многим не достает серьезного отношения к религиозным вопросам, серьезного отношения к тем обязанностям, которые мы имеем как православные христиане. Так вот, средневековый человек, он все воспринимал, исходя из своих религиозных первобеждений. но мы сегодня будем говорить не только о средневековом мировосприятии, мы будем говорить о протестантской апостасии. Какие предпосылки существовали для возникновения вот этой протестантской антицерковной апостасии? Прежде всего, черная смерть, чума, когда в Западной Европе в течение нескольких столетий подряд была эпидемия чумы, это был вызов религиозности людей Западной Европы. Почему? Потому что западный европеец, принявший Христову веру, он верил в то, что если будут какие-то неприятности, какие-то проблемы, то церковь должна будет позаботиться о нем. И когда начинается чума, когда эта эпидемия распространяется, например, в Англии до двух третий населения некоторые историки говорят, было уничтожено этими эпидемиями, то люди начинают вдруг переживать какое-то разочарование в религиозном конституции. Ну то, что умирали простые люди, они понимали, почему они умирают, они умирают потому, что они живут не так, как положено, как того требует святой Евангелия. Но когда умирают монахи, когда умирают наряду с простыми людьми, священнослужители, епископы, и начинается поражение мыслей. Черная смерть доходила до Польши, в России, на нашей территории, благодаря вот этим морозу крепким, эта черная смерть, она умирала, она не выживала. Потом у нас была совсем другая культура ухода за своим телом, это русские бани, а западные европейские люди, они почти не мылись, они протирались, но не было такой культуры отношения к собственному телу, каждую неделю находить бар, хрестать себя веником, и чтобы все выходило немножко, через поры. И в период вот этих черных эпидемий возникает альтернативная система, которая предлагает человеку помощь. Это всякие знахари, это всякие колтуны, шарфатаны, это люди, которые начинают как бы создавать мир, который в той или иной степени он альтернативен церквам. И то, что мы называем возрождением, возрождением, он берет возрождение, некоторые говорят, вот люди нашли книги античных авторов, они нашли книги античных философов, да нет, эти книги они хранились в монастырских библиотеках. Как я уже сказал, оригинальные тексты не дошли до нас, до нас дошло то, что переписывали монахи из поколения в поколение. Например, если говорить о русской средневековой книжности, то когда в советское время было исследование так называемых берестяных грамот, а на бересте писали очень бедные люди, небогатые люди, то выявили огромное количество скрытых цитат. Скрытые цитаты это когда люди говорят на бытовые темы теми текстами, которые для них известны, они у них на слуху. И вот когда делался анализ всех истинных грамот, которые обнаружены были на территории средневековой Руси, то выявили следующую интересную закономерность. Самая читаемая книга Древней Руси это Псалтирь. Потому что люди говорили скрытыми цитатами из Псалтиря. На втором месте это книга Придж. Книга Придж. Она была тоже растаскана на цитаты. Но среди скрытых цитат обнаруживается и Платон, обнаруживается Иосиф Флавий, обнаруживается античная комедия, то есть библиотека Древней Руси она не уступала западноевропейским скрипторием. И кстати отличие скрипториев от русских библиотек в скрипториях книги скорее всего прятались от читателей. А в наших монастырских библиотеках книги были доступны для читателей. И еще один очень важный аспект. Чем восточное христианство принципиально отличается от западного христианства. Мы народ Божий, который никогда не расставался со словом Божиим. Восточное христианство это прежде всего греко говорящий мир, там Новый Завет на греческом языке, там Септуагинта, Ветхий Завет на греческом языке. Когда христианство приходит в славянские земли, делается перевод Священного Писания на славянский язык. Когда наше православное христианство переходит за Урал, делаются переводы для больших и малых народов Сибири, Тальнего Востока, до сих пор считается, что лучше переводом на китайском языке Священного Писания это тот, который делался православными, лучше на японском это тот, который делался трудами освятителя Николая Касапина. То есть наш старинный человек никогда не расставался с Словом Божьем. Книг от него не прятали. Но была одна проблема книги не выдавались на то. Эта проблема очень интересная. В свое время историки заинтересовались почему все главные участники церковного раскола 17 века одоленные талантливые люди с той и с другой стороны они вышли с одного пятачка русской земли. Как такое могло получиться? То есть Патриарх Никол протокопа Вакуум то есть они все вот эти люди жили по соседству. И почему такое количество одаренных людей выходит с одного пятачка земли? Стали проводить исследования и выяснили интересную вещь. Там был монастырь мужской монастырь и вот там книги давали НАТО. То есть когда мальчик Вакуум приходил в этот монастырь он конечно в сторону он был себя зарекомендовать сначала может быть ему не давали ничего надо потом давали и сформировалась культура общения с книгой когда ребенок отправился в книгу домой в свою избу может быть в мордовшую избу как это делал будущий Петр Абакуум приносил книги Неров и другие люди то это было событие это было событие потому что книга считалась ценностью и когда монастырь позволял вносить книги это было доверие молодому человеку это была такая ситуация когда книгу относили всерьез и он конечно старался это оценить и действительно книгу можно было прочитывать изучать в более спокойной обстановке чем нежели если бы эти люди просто приходили читали бы то возвращались домой и здесь конечно были бы совсем другие сложности возрождение как я уже сказал возникает не на голом месте мировая культура она сохранялась она оберегалась в скрипториях она пряталась в скрипториях и в романе Умберто Эка и Мирозе там даже есть такая дискуссия Вильгельм заходит в скрипторию и говорит а все так мало книг вы их куда-то спрятали что ли у вас же очень известная библиотека а ему библиотека говорит а у нас книги не для того чтобы их читать для того чтобы их хранить возрождение было связано и с теми ужасными эпидемиями черной смерти которые были это подчеркивает очень многие историки и начинается эпоха просвещения период реформации когда бросается вызов церкви когда Мартин Бютер католический монах из ордена Агустима Блаженного в 512 году прибывает свои тезисы к вороту Витамбергской церкви вот здесь ситуация выходит из подконтроля и в чем проблема эпохи просвещения которая рождается от интереса к языческой традиции прежде чем мы ответим на этот вопрос мы коснемся следующей ситуации все знаете что в 13 веке в католическом мире трудился такой богослов философ Фома Аглинский и он написал очень большой труд он называется сумма теологии сейчас в русском языке это издается на Украине вышло уже 11 томов в Москве вышло 4 тома большие фолиаты на русском языке в Москве будет 9 томов так вот этот человек пытался примирить язычество с христианством понимание людей того времени труды Аристотеля труды Платона это такой уровень который абсолютно не достигает для людей для обычных людей и не надо думать что так считали только христиане которые увлекались философией известно высказывание Нахманида Рамбана не Рамбана а Рамбана это людей комментатор очень известный который говорил да когда мы видим книги Аристотеля Платона мы понимаем что у них по крайней мере была одна десятая пророческого дара то есть вот общее отношение и иудеев и христиан было какой-то очень завышенной относительно языческой философии и вот Фомархинский поставил перед собой задачу примирить вот эту языческую философию христианской теологии и как же они смотрели на языческий философ они смотрели на них как на людей которые поднялись до предела человеческого разумения а дальше уже только божественное откровение то есть это люди которые понимали средневековых читателей которые работали на пределе человеческой мысли и хотя как бы причина написания труда суммы теологии была как бы правильнее найти некую такую золотую середину но проблема этого труда заключается в том что Фомархинский легализовал если хотите воцерковил языческие идеи Аристотеля причем суммы теологии Аристотель не называется Аристотель он называется философ он называется учитель или просто он сказал он сказал кто он то есть если человек не понимает он даже может подумать может быть речь идет о Господе Боге может быть какое-то пророчество которое мы еще читали проблема вот той модели которую выставил Фомархинский он тоже работал на пределе человеческих возможностей на третьей части суммы теологии он просто выдохся и перестал писать сломался человек буквально там была очень интересная проблема она в первой части суммы теологии вот здесь лежит как раз отличие восточной церкви от западной настоящее отличие обычно мы говорим о вещах дискуссионных эти дискуссии они продолжаются и разные позиции у католиков разные позиции православных у известных разногласий так вот в первой части собственно говоря преамбула суммы теологии Фомархинский задались вопрос является ли богословие практической наукой а действительно вы изучаете догматическое богословие вы изучаете сравнительное богословие основное богословие кто-то изучает а является ли богословие практической наукой так вот Фомархинский делается иметь, что богословие не является практической наукой. В православном миропонимании богослов – это тот, кто молится. И в православном миропонимании мы веруем так, как мы живем, и живем так, как мы веруем. В православном миропонимании богословие – не просто практическая наука, это наука, которая открывается человеку, который живет нормами христианской морали, который молится, который молитвенно, трепетно изучает Священное Писание. И вот это отличие, почему-то в XIX веке узкользало от внимания многих наших апологентов, которые спорили с католиками, на мой взгляд, очень принципиально. Кстати, знаете, почему в России никогда не переводили Суму Тянули? У нас же все переводили. И «Подражание Христу», «Фамокимпийского», причем было несколько переводов. Если вы откроете работы святителя Дмитрия Ростовского, там целые главы просто списаны с этой работой. И «Невидимая брань» – это известная работа иезуитского мистика, позднего Средневековья, которая известна в католическом мире. И потом она появляется в христианском мире, сначала на греческом языке, под именем Святогорского старца. И потом Феофан Затворник делает перевод на русский, но с заговоркой он в самом начале говорит. «Вы не думаете, что я написал, что имя здесь стоит?» Нет, написал ли другой человек, это имеется в виду, мы должны это понимать, когда мы читаем эту работу. Сумма теологии никогда не переводилась, потому что все классические системы нашего богословия, начиная от этапа Платона и вот эти труды, заканчивая, предположим, Макарин – дагматическое богословие, Сильвестров – дагматическое богословие, Валиновский – дагматическое богословие, буквально все списывалось от этого. Причем это видно по расположению цитат Священного Писания, какие приводит Фомакаринский, и цитации Дехасон, которые приводят уже в Фомакаринский. Вот эти узоры цитаций, они совпадают. Все это они говорили по-латыни, писали, думали по-латыни. Мастители – наши дагматисты, ну, наверное, какой-то такой заговор, такой условный заговор, не надо переводить, но использовать будет. Итак, вернемся к эпохе Просвещения. В чем проблема этой эпохи? Идеи Просвещения, прежде всего, оказали влияние на богословский метод. Проблема метода Аквената, он попытался примирить языческую философию с грязназной терапией. Повечать Алистотеря со Христом. Такое выражение допускают фитонические следователи. Так вот, идея Просвещения – это повлиять главным образом на богословский метод, и уже через него попытаться переосмыслить христианское учреждение. И как это делалось, провозглашаются некоторые принципы. Первый принцип – разум вместо откровения. Разум, то есть не разум вместо откровения. Это Декартовский подход. Декарт писал, наше познание начинается не с того, что нам дано со стороны, с откровения, а с того, что в нас самих, с нашего разума. Вот это была революция. В Священном Писании мы видим принцип совмещательный. Вот, когда человек окружается в Священном Писании, отталкиваясь от божественного откровения, он изучает свой внутренний мир. Это известная цитата апостола Павла. «Вникай в себя и в Писание, занимайся всем самым постоянно, так ты спасешь и себя, и людей, слушающих тебя». А здесь возникает отношение такое, что богословские учения, которые сложны для понимания, и которые не вмещаются в рамку человеческой рациональной логики, объявлялись неверными или ненужными. Просто лишними. Такими были, например, учения о Троице, о двух природах Христа. Очень неудобно. Вы знаете, вот сейчас западное богословие пребывает в напряженном диалоге с иудаизмом и исламом. И вот в этом диалоге, они пишут даже об этом, им мешает христианское учение о Троице. Ну, очень неудобно. Казалось бы, надо сказать, что все мы амбромистические религии. Как хорошо, главные запады Библии, Ишмай, Сирей, Адонай, Акейн, Адонай, Ха. Слушай, звать Господь Бог, то есть Господь Единный. И вдруг учение о Троице. Ну, а как-то это дело, Пусть? Итак, разум вместо откровения. Следующий этап. Мораль вместо догматов, вместо канонов, вместо предписаний. Мораль ставится на первое место. Человек руководствуется не принципами своей веры, он руководствуется не канонами церкви, своим представлением о морали. Внимание постепенно переключается с доктрин, которые удобны, некоторые неудобны, их отодвигают в сторону, к морали. Так, например, Жан-Жан Руссо писал, относительно догматов, разум говорит мне, что они должны быть ясны, прозрачны и поразительны своей очевидностью. А если они не ясны? А если они непрозрачны? А тут Тракулиан вылезает со своим странным заявлением «Верю, потому что абсурд». Тогда они не нужны. И все дискуссии, которые сейчас ждутся на эквенитических площадках Западной Европы, Америки, там даже не поднимаются вопросы о божественности Христа, учения о Троице. И следующий тезис, который прозначается «Свобода вместо авторитетов». Абсолютная свобода вместо авторитетов. Представляете, нет ни профессоров, нет ни отца вектора, ни провектора. Абсолютная свобода от всех авторитетов. Представляете, во что бы превратились духовные школы, если бы мы попытались бы вот этот принцип как-то вот реализовать в жизни конкретной духовной школы. Но это происходило. Свобода вместо авторитетов. Например, Карт, он написал статью под названием «Что такое просвещение?» И вот в этой статье он пишет «Выход человека из состояния своего несовершеннолетия, которое есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого». То есть мы взрослые, нам не нужны никакие авторитеты, нам не нужны никакие наставники, мы сами разберемся. Человеческое общество, отвергнув неясные догматы, отвергнув нравственные принципы, они заявили «Мы совершенно нет нея». Мы сами знаем, что нам делать, а что нам нельзя. они как бы содрали вот эту надпись, что несовершеннолетним вход воспрещен. И это теперь все совершеннолетние, каждым со своим пониманием о добре и зле. и провозглашается принцип автономного разума, автономного разума, автономного от не только церковных авторитетов, но и от писания, от любой традиции, полная автономия и от тех обязательств, которые человек даже имеет перед государством, то есть перед тем сообществом, в котором он существует. И следующий тезис, который естественно вытекает из того, о чем мы сейчас говорили, оптимистический взгляд на человека, на самого себя вместо осознания своей греховности. Действительно, какое осознание греховности? Это же какие-то психокомплексы возникнут, если мы не заменим осознание греховности оптимистическим взглядом на самого себя. Мы действительно веруем так, как живем, и живем так, как мы веруем в богословие. Жизнь человека является результатом классического богословия, результатом его представления Бога. В истории западной философии Бертран Рассель пишет, по-буду, оптимистических взглядов, «Люди с 17 века ощущали себя славными парнями, а не жалкими грешниками, хотя каждое воскресенье в церкви они и дальше называли себя так». То есть жизнь начинает делиться на жизнь в церкви, но это не жизнь в церкви, никто же в церкви не живет, это два часа в церкви, может быть, даже один час, да, там они вспоминали, что они грешники, но выходя из церкви, они хлопали друг друга по плечу, снимали приветливо свои шляпы, оптимизм, радость, ощущение жизни, гармония с самим собой. Чему учить современную психологию? Принимай себя таким, какой ты есть. Сейчас прямо на западе говорят, человека надо хвалить, если у него какие-то проблемы. Его надо хвалить, его надо приставить, добить, его надо поддерживать, его надо отобрять. И мне приходилось общаться так называемыми группами православных харизматиков. Один игумен из этих групп, он мне прямо сказал, неужели вы не понимаете, отец Олег, если человек не полюбит самого себя, как он может исполнить заповедь Божию, где сказано возлюби ближнего, как самого себя? Ведь если вы ненавидите самого себя, вы ненавидите весь окружающий мир, весь окружающий мир. Я задумался и сказал ему, вы знаете, мы по-разному понимаем любовь к себе. На мой взгляд, любить себя, это спрашивать себя намного строже, чем строгих людей. Ведь любой грех, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. И человек, который потворствует своим собственным проблемам, нравственным и моральным, он разрушает сам себя, он ненавидит себя. Поэтому, когда мы говорим, что надо возлюбить ближнего, как самого себя, то есть помогать ближнему преодолевать грех, с той же интенсивностью, как мы действуем в этом направлении относительно самих себя, то, что отцы сформулировали словами спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. Следующий тезис, который разглашается, антропоцентричность вместо богоцентричности, гуманизм вместо принципов теократии. человек ставится во главу угла. Если в средневековом мировосприятии, в центре жизни всей Вселенной, духовного космоса, физического космоса, триединый Бог, то постепенно неудобный догмат, он вытесняется и остается высшее существо, но это высшее существо тоже немножко оттесняется и человек с его проблемами оказывается в центре жизни. Гуманизм это религия человека Божия. Это самое страшное, что можно сказать о человеке. Он очень гуманный, очень гуманный. Это то, что является противоположностью именно принципу теократии. Вольтер, известный вольнодумец произносит такую фразу «в интересах всего человечества, чтобы Бог существовал». В интересах всего человечества, чтобы Бог существовал. То есть теперь Бог не является целью. Это главная мысль, кстати, сумма теологии Фомаквинского «Бог цель, все стремится к нему, все живет в его божественной жизни». А здесь это в интересах человечества. И вывод, который делается из этого тезиса «Проблема не в человеке, проблема в Боге». Это тезис, который возникает на определенном этапе вот этой апостасии. человек перестает быть проблемой. Проблемой является Бог, когда людям неудобно совмещать свою церковную, религиозную жизнь с обучением свинской жизни. Религия, она выдавливается, она как бы выдавливается из жизни. И возникает движение деизм. Деизм, основатель деизма Герберт Чербери 1583-1648 Герберт Чербери выводит пять основных положений. Да, Бог есть, необходимо его почитать, надо хорошо жить, благочестиво и надо сожалеть даже в своих ошибках и раскаиваться в них, потому что действительно ты можешь получить или наказание, или награду в будущем. Проблема Герберта Чербери заключается в том, что он выводит такое понятие, как естественная религия, природная религия. Ведь это же признают и мусульмане, и иудеи. Да, есть Бог, да, ему надо поклоняться. В исламе это пять раз в день. Да, надо жить по-доброму, в соответствии с заповедями, да, сожалеть о своих ошибках, да, будет наказание и будет благословение для людей загружен. Но Герберт Чербери отрицает учение о Троице, о воплощении Господа Иисуса Христа. Он не верит в чудеса. Господь Иисус Христос скорее учитель нравственности, морали, даже нет ни нравственности, ни морали, этики, этики поведения. И идеисты, они сводили роль Бога к роли некой первопричины. И был такой у них пример. Бог это тот, который сделал как бы часы, он завел, запустил механизмы существования этого мира, он великий часовщик. Ну, часовщик когда нужен? Когда надо часы наладить? А когда часы налажены, ну, ему там дают, денежки идти, часовщик там другим, кому надо что-то наладить. А у нас все нормально, у нас вообще нет никаких проблем. Деисты сначала распространяются в Англии, но потом он очень серьезно обосновывается в Соединенных Штатах Америки. Деистами были Франклин, Джефферсон, известные политики, и все эти люди были унитариями. То есть они отрицали учение Святой Троицы, они считали его излишним, это учение Святой Троицы, поэтому то, что называется вероубеждение свидетелей Бога, масонские вероубеждения, все это возникает на голом месте. Все это является проявлением определенных представлений, является результатом определенных заблуждений. философия Канта. Канта прослышает. Истинная религия состоит не в знании или осмыслении того, что Бог делает или сделал для нашего спасения, а в том, что мы должны сделать, чтобы стать достойными Его. Что значит стать достойными Его? здесь делается попытка как бы на один уровень поставить Бога и человека. Канта утверждал «Относитесь к человеку как к цели, а не как к средству». Бога он называет абсолютно необходимой сущностью. Не самодостаточной, необходимой для чего? Для наших нужд, для наших представлений размышлений. С точки зрения Канта Бог рассматривается как средство и как цель. Разум в его понимании не может познать даже собственную душу или Бога, поскольку все это не вмещается в наши логические структуры, и он называет веру, традиционную веру, слишком догматичной. Слово догма приобретает благодаря Канту негативную окраску. И в результате тезис не мораль основывается на религии, а наоборот религия основывается на морали. то есть у нас хорошая религия не потому, что она богооткровенная религия, а потому, что мы неплохие люди, и естественно наши вероубеждения такие, как мы сами. После тезисма появляется романтизм. Романтизм это движение, которое очень соответствует нашим временам, когда внутренние переживания человека, вытесняют уже любую логику, ведь как поставить под сомнение все, человеческий разум ограничен, заявил он, а значит будем жить не разумом, будем жить чувствами, и эмоции, чувства, переживания, интуиция, воображение, вдохновение, все это поведет романтизм, и этим они дорожат, и что происходит далее. Эти люди меньше стремятся к нормальной спокойной жизни, больше к авторному риску, страсти и увлекательности, какие-то привязанности вдохновляют их, они меньше могут оценить правильный спокойный образ жизни, разумность, точность, а больше для них жизненности, естественность, привлекательность, оригинальность, фейерверк, бесконечный фейерверк. Поэтому романтисты, они пишут стихи, они рисуют картины, они сочиняют музыку, им кажется, что выражение вот этих чувств, которые нельзя порвать в логические словеские формулировки, это очень важно. И 19 век Людвиг Фейерверк поразглашает, что уже не просто чувство важнее человеческого рассудка, он пишет, Людвиг Фейерверк пишет, интересы человеческого желудка намного важнее, чем рассуждение о том, есть Бог или Бога нету. То есть у него уже нечеловеческое сознание, уже нечеловеческое сердце, уже желудок, ну и естественно и последующие процессы, связанные с перевариванием пищи и ее выведением из организма того, что не полезно. Средневековое мировосприятие в отличие от апостасии протестантского мира, теперь уже неопротестантского мира, цельность средневекового мировосприятия заключалась в том, что наши предки не делили жизнь на светскую и религиозную. Ткань жизни не раздиралась. Жизнь воспринималась как единая цель. Когда преподобный Сергий узнал, что жители Нижнего хотят отложиться от московского князя Дмитрия Ивановича, он приходит в Нижний, закрывает храм, забирает антименцы и говорит, службы не будет, пока не признаете московскую власть. С точки зрения современной, секуляризированной нашей контуженной логики, а что может быть важнее литургии? Причем тут московская власть? Почему преподобный Сергий смешивает политику с религией? Но преподобный Сергий поступает строго в соответствии с учением Иисуса Христа на основании наборной проповеди. Там сказано, если ты принесешь дар твой преджертвенникам и вспомнишь, что брат твой не имеет на тебя, не ты на брат, а брат на тебя, оставь там дар твой преджертвенника, пойди прежде привелися с братом своим и тогда принесешь дар твой преджертвенника. То есть понимание старинных русских людей нарушение принципа соборности это нарушение принципа любви. А если нет любви, то вера бессмысленна. Бог не принимает православие без любви. 13 глава 1 послания Коринфянам сказано, если ты имеешь всю веру и все познание, а любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы. Точно так же Бог и не принимает любовь без веры, потому что в Писании сказано, без веры Богу угодить нельзя. Более так, наши предки воспринимали свою земную жизнь несколько иконографично. Они воспринимали жизнь здесь, на земле, как бы написание некой иконы, то есть домостроительство этой жизни по образу жизни небесной, потому что домостроительство это учение спасения и осуществлять домостроительство собственного спасения надо по небесным образцам. Если на небе есть Господь, рассуждали наши предки, на земле должен быть Государь. Если на небе есть воинство небесное, на земле должно быть войско Государь. Причем принцип иконографичности, неслиянности и нераздельности, образ и первообраз, он присутствует на уровне слов. Например, русский наш язык очень сакулиризированный, обмершвленный. На русском языке можно сказать царство небесное, царство земное, на славянском нельзя. На славянском если ты говоришь о небесном, ты говоришь царствие Божие, а земном царство московское. Слова, казалось бы, сходные, как икона, она показывает нам умозрение в красках реалии духовного мира, но это все равно образ, который предполагает направление нашей души в первый образ. Если на русском современном языке можно сказать там войско ангельское, войско московское, а на славянском не получится. На славянском небесное это воинство, а земное войско. войско. Если на польском языке человек может сказать какой-нибудь там пан Собега и пан Есус, или там на английском там лорд какой-нибудь там чемперлен и лорд чизерказ. И смотрите, даже русский язык не позволяет нам такой вольности, если мы говорим о Господе мы говорим Господь Господь. Когда мы говорим о земном правителе мы говорим Государь. И обратите внимание на то, что в нашей русской словесной традиции основная часть населения называются крестьяне. Крестьяне это значит христиане. И такое только на Руси. Например, на Украине уже этого нет. В Беларуси этого нет. Там не крестьяне, а поселяне. И на польском тоже поселяне. И один ученый исследовал нет ни одного народа, где бы жители деревни называли крестьяна. Крестьяна. Нет. Их называют по-разному. По-ебрейски вообще очень некрасиво. Эм-ха-арец люди земли. Люди чернозем. Но для старинного русского человека спасение это именно как написание некой иконы. Поэтому даже слова они вот этот принцип неслиянности и нераздельности они выражают. В понимании старинных русских людей есть пять естественных начал жизни, которые созданы Богом. Бог создал личность, Бог создал семью, Бог создал твой народ, Бог создал твое царство и государство и Бог создал свою святую церковь. В протестантизме есть такое понятие как личное спасение. В православии нет учения личного спасения. Есть учение о личной ответственности человека перед Богом. А то, что мы называем спасением это осознание прежде всего границ ответственности, которые очерчены рукой Бога. Человек ответственен перед Богом за свою собственную жизнь. Сказано что польза человеку если он приобретет весь мир от души своей повредит. Человек ответственен перед Богом за свою семью. Сказано кто своих особенно домашних не печется хуже неверного отвергся от веры. Человек ответственен перед Богом за свой народ. апостол апостол Павел был апостолом патриотом он настаивает на том что проповедь евангелия должна быть национально обусловлена для людей как иудей для эллина как эллина он любил собственный народ лучше патриотом своего народа то самое затвение во христе и однажды он сказал что ради сродника по плоти он сам готов находиться в аду то есть он готов находиться в аду только мы знали что народ его принял христа и пошел путем спасения об ответственности человека перед страной в которой он живет мы читаем послание кремлянам апостол Павел пишет что надо подчиняться властям не только не страха наказания но и подобной совести об ответственности человека за его религиозную позицию его отношение к традиции собственно религиозной в писании сказано не оставляйте собраний ваше то есть православное миропонимание личность не существует сама по себе вот почему нет учения личного спасения но есть учения личной ответственности личность она может состояться в семье она может состояться в народе она реализует себя в стране и в религиозной традиции то есть для наших предков было очень важно сознавать что все это божественная данность личность создав Бог сказано и создав Господь Бог человека из праха земного вдунул в лице его дыхания в жизнь и стал человек душой живой о семье о первой семье мы читаем в книге бытия и сказал Господь Бог плохо быть человеку о создании разных национальных групп в книге бытия и разделил Господь языки о том что Господь учреждает царство государство в книге второзакония мы читаем когда придете в землю питомную поставьте царя о создании церкви 16 глава Ивангелия Матфея слова Иисуса Христа Господа нашего в Кисарии Филипповой я создам церкви мы врата до не отойдут вот это граница ответственности и старинный русский человек он не был индивидуалистом он жил реальными насущными интересами семьи своего народа своей страны своей церкви и церковь в то время если говорить о храме о храме куда сейчас ходит молитва она имела несколько иные функции чем сейчас она больше напоминала скорее всего некий народный дом те же библиотеки общественные и даже великокняжеские библиотеки хранились на клиросах и каждая семья так как дома были деревянные церкви каменные в подклете церковном имели свой сундук своеобразная камера хранения если все выгорит вот там каждая семья имела самое необходимое и в старинных русских храмах мы видим что тракетная часть она всегда больше вот если посмотреть на старинные храмы почему потому что они реально там собирались они отмечали религиозные праздники они отмечали какие-то очень важные события и иконографичность сознания наших предков это особое отношение к домостроительству собственного спасения и если проанализировать всех средневековых авторов именно славян которые писали о спасении то какую мысль мы можем вычленить если на западе индивидуум спасается все вращается вокруг индивидуума индивидуум цель бог средство церковь средство а он в центре всего то вот наша сатериология отечественная сатериология она предлагает нам некую удивительную модель которую почему-то многие не замечают эта модель отталкивается от известного текста когда апостолы шли за Христом и задают вопрос кто же может спастись на что Христос отвечает человеком это невозможно и тут же добавляет но не Богу ибо Бог все возможно и какой же вывод делали наши предки спасение не достигается человеческими усилиями Христос сказал человеком это невозможно спасение это дар Божий по благодати а вся аскетика христианина все напряженное внимание к этому дару оберегать этот дар человека крестили ему говорят но тебе нет никаких грехов старайся жить так чтобы ничто не осквернило твою жизнь но человек спотыкается у него появляются проблемы он приходит на исповедь исповедь называется вторым крещением после исповеди ему говорят вот сейчас ты раскаялся начни жить сам как бы с белого листа причем понимание наших старинных предков если на исповеди сымается ответственность за грех как за поступок то в причастии попаляется самосклонность к греху мы же причащаем людей в оставлении грехов и в жизнь вечную каких грехов если в пусть исповеди идет да на исповеди сняли ответственность за грех как за поступок а причастие попаляются сами тернии прегрешения и настоящая жизнь старинного православного человека от причастия и до причастия если христос сказал что спасение недостижимо человеком это невозможно но не богу которому все возможно и вот богу которому было возможно даровать нам таинство а все таинства совершаются духом святым задача жизни христианина стержать благодать духа святого что же имеет ввиду преподобный Сафир Саровский когда об этом говорит у нас есть очень много инструкций как готовиться к причастию но у нас почему-то нет инструкций как сохранять вот этот залог нашего спасения если ты уже причастился а как поступали средневековые люди до вечера они не вкушали пищу из уважения к таинству святого причастия они старались не говорить на пустые темы и собственно говорят для них то что мы называем спасением это оберегает этот залог спасения ведь согласитесь если мы согрешим после причастия мы всегда это чувствуем а ведь когда человек причащается это и есть состояние абсолютно и святости церковь так и возглашает святая святым так чем же мы отличаемся от настоящих святых мы не можем долго сохранять это состояние мы очень быстро теряем как в книге притч сказано пусть источники этого колодца не разливаются по городу и поэтому на Руси очень любили жития Марии Гибетской почему именно Марии Гибетской она один раз причастилась покаялась и 40 лет она пребывала в этом состоянии она 40 лет не спасалась она 40 лет сохраняла вот этот залог спасения не теряла вот эту благодать божественную данность милость но даже ей потребовалось чтобы прибыл старец потому что с годами даже золото тускнеет и чтобы оно напутствовало святыми дарами и мне приходилось в Иерусалиме видеть житие Марии Гибетской удивительное житие на очень старинной иконе греческой где показано что когда она причащается у нее нимб золотой она в пустыне нимб золотой она уже в возрасте нимб потускнел это что казалось что надо отреставрировать а мне объяснили нет нет это все правильно и когда к ней прибыл старец и он подносит святые дары только ободок нимба вот этого золота нету он ее причастил золото себе нам надо изжить из себя пелагианство чтобы мы можем достичь спасения своими силами наши предки они оберегали залог спасения вот ту радость которую они переживали во время святого причастия и святая вода приносилась домой чтобы уберечь жилище антидор приносился домой чтобы переживать между причастием и причастием что-то подобное мы сейчас пьем святую воду а наши предки причащались святой водой не в том смысле что это тело и кровь а вот так это называлось причастие погремленской водой то есть не причастие тела и крови сусской а вот эту благодать эту радость то есть для них все было глубоко евхаристично они понимали что они должны проявлять некое такое напряжение чтобы оберегать то что они берут запах он достигает спасения в нервном психическом расстройстве он прорывается к Богу и становится с ним на один уровень как вот прочитают статы разных этих западных деятелей то есть человек сам возвышается до Бога общения но так как человек не может обманывать по крайней мере сам для себя он именно в этом секрет истеричности западных святых они могли обманывать окружающих людей как поработать на публику а как ты обманешь сам себя православный человек когда он исповедуется пречается он знает что это есть так Божье прощение исповедь причастие это то что обожает нас как мы видим молитву связанную с причастием и теперь он должен стараться жить исходя из того что он имеет итак средневековое мировосприятие древней муси и те апостасии неофридстанского сознания конечно это принципиально разные вещи и самое последнее что мне хотелось бы очень обратить внимание до чего дошла апостасия протестантизм сейчас на полном серьезе в Америке формируется новое вероубеждение новая трактовка Библии это смертно не только с мормонами с другими направлениями что Америка это обедованная земля американцы это особые люди они заслужили своего уровня жизни своей правильной и реверсной позиции они белая раса белая кость христианского мира все страны живут в грязи в недостатках в проблемах потому что они не понимают что такое настоящая религиозность в американском казалось бы эту идею первыми пытались протащить мормоны ведь мормоны учили что когда Христос возьмется с Ильонской горы он как американский боинг перелетел и приземлился в Америке и там он стал проповедовать тамошним коренным жителям и закладывать основание будущей мормонской церкви сейчас уже очень серьезные протестантские и неопротестантские группы они навязывают эту модель и она уже эта модель имеет отклики на нашей территории мне приходится общаться с неопротестантами с каризматиками особенно и они прямо говорят земля обитована один мне по секрету сказал батюшка вы знаете земля обитованная это уже не Израиль там же так погреть уже земля обитованная это Америка и вот эта идеология называется теология процветания и теология обогащения а где тогда правильная теология там где процветание и там где обогащение и вы знаете известная такая пословица тоже западного происхождения почему ты такой бедный если ты такой умный сейчас ее перефразирую почему ты говоришь о себе что у тебя правильная вера ведь ты же нищий как это совместимо если ты нищий Бог не благословляет это очевидно и золотые чеши на руках пастора это свидетельство о Божьем благословении хороший пиджак это свидетельство о Божьем благословении то есть мимикрии вот этой апостасии они уже выводят этих людей из того что мы называем христианством именно библейском евангельском понимании и как мы видим это старинная проблема которая уходит корнями в попытку примирить Христа с языческой философией надрывная попытка по-своему даже интересная но для людей православного мировосприятия конечно это апостасия это кризис это то из чего люди едва смогут самостоятельно выбраться если Божья милость не проявится по отношению к ним чтобы свидетельство вселенского православия достигло этих людей и что интересно многие люди зараженные вот этой теологией обогащения процветания они приезжают на Афон и когда они видят очень скромный образ жизни афонских старцев вдруг какое-то на дно происходит в их сознании и предлагается как бы икона другого видения спасения когда человек живет очень просто он абсолютно счастлив и многие так остаются на фоне поистине Господь не хочет смерти грешника как сказано в Писании и в Писании даже сказано что Господь не хочет смерти умирающего и когда мы православные задумываемся а как же Бог любит нас как Бог любит других людей опять нам нужна помощь Святых Отцов и мы открываем толкование Святителя Анцлатауста на Псалтые и там есть в нем прекрасные слова он пишет Бог любит тебя больше чем отец Бог любит тебя больше чем ты сам любишь себя Бог любит тебя больше чем тебя любят твои друзья Бог любит тебя больше чем Бог любит самому себя ибо ради тебя Он отдал возлюбленного Сына Своего в жертву за твои грехи и преступления. И если наше спасение покупается такой ценой, ценой крови Сына Божьего, то кто может сказать, что Он заработал спасение? На самом деле люди именно зарабатывают спасение. Они как успешные менеджеры достигают спасения. И самое последнее, давайте вспомним, с чего начинается весь корпус добротолюбия. Весь корпус русского добротолюбия, все пять томов, начинаются с очень интересного рассуждения. Можно ли ценой времени жизни приобрести, заработать жизнь вечную? Можно ли ценой жизни на земле приобрести, заработать жизнь на небесах? Можно ли ценой тленной жизни приобрести или заработать жизнь нетленную? Совершенно очевидно, что это несоизмеримая вещь. И дискуссия продолжается. Вот смотрите, как мы живем. Сколько лет мы проводим во сне, сколько лет мы сидим на диване, щелкаем телевизор с помощью пункта, кушаем, вообще ничего не делаем, зарабатываем хлеб на сущность. Если за всю нашу жизнь наберется всех наших молитв и участие в таинстве, в богослужении, хотя бы три года, это много. А святые отцы рассуждают о добротолюбии, если все сто лет своей жизни ты делаешь только богоугодное, то по закону справедливости ты должен получить сто лет в раю. Справедливость. Абсолютно. Ты не ешь и спишь все сто лет, ты только угодаешь Богу. Справедливость сто лет в раю. Кто же скажет, что он может заработать спасение, заслужить спасение? Спасение – это та благодать, которую мы оберегаем, и для этого нам нужен аскетизм, как молитвское проявляло. Усердие человека, который пребывает в молитве и простых. Я, конечно, очень схематично рассказал о том, о чем я хотел вам рассказать. Я готовлю книгу на эту тему. Я думаю, где-то через год она выйдет, эта книга, и тогда, если будут какие-то очередные встречи, я постараюсь привезти эту книгу. А сегодня я привез вам в подарок одну из моих книг, очень популярную, уже четвертое издание этой книги. Я попрошу, чтобы во второй части нашего общения, если у нас еще есть время, мой помощник просто раздаст батюшкам и сигналистам, которые здесь присутствуют. Это мой подарок вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.